Микс Ньюс. А в нашей студии председатель партии Прогрессивные, лектор Рижского университета и министра Дани Антонина Нинашева. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем сразу с победных реляций. В общем-то, буквально ведь не так давно партия Прогрессивные на выборах в Европарламент не смогла даже собрать трех процентов, а сейчас является лидером в союзе, естественно, с «Альтернатива за» 26,16%. Вот чем вы можете объяснить этот такой неожиданный всплеск популярности партии и успеха на выборах? Развитию «за», а не «Альтернатива». Ну, надо сказать, что здесь многие предоставляют это как такой большой какой-то сюрприз или всплеск. На самом деле, если посмотреть на развитие партии Прогрессивные, то у нас такой постепенный рост. То есть мы в 2017 году основались, скажем, там были такие первые региональные выборы, в которых мы участвовали только в нескольких маленьких городах. Там были наши первые проценты, дальше «Сэйм», получили государственное финансирование, то есть преодолели двухпроцентный барьер, и на Европарламент, соответственно, снова поднялись немножечко, и так далее наш рейтинг растет постепенно. И если мы говорим про Ригу, то было, в принципе, понятно, что в Риге у нас пока что скопление большинства наших избирателей, поэтому в Риге мы, в принципе, изначально надеялись на положительный результат, даже если бы мы стартовали сами по себе. То есть в любом случае у нас в Риге уже была поддержка в районе даже выше 5% по рейтингам. Но, безусловно, объединенного списка успеха – это именно то, что он объединенный. Это то, что избиратели и многие активисты просили и говорили, что пора бы уже создать объединенный список, таким образом привлечь еще тоже активистов, районных активистов, беспартийных. А что мы и сделали. То есть в итоге у нас 4 партии в списке, плюс беспартийные активисты. И, в принципе, с этим посылом мы шли на выборы с тем, что будем объединяться, будем работать на благо города, мы видим эти общие вещи. Может быть, на национальном уровне у нас разногласия с этими партиями по видению определенной налоговой политики и так далее. Но здесь, в Риге, мы видим конкретные дела, которые нужно делать, и мы можем делать их вместе. Продолжится ли это на муниципальных выборах следующего года? Объединений, я имею в виду сотрудничества. Да, но вы же понимаете, что каждый город сильно отличается друг от друга, и ситуация очень разная. Мы будем подходить как прогрессивные к сотрудничеству в каждом городе отдельно. У нас есть множество отделений по Латвии, где мы уже готовим команду, списки. И будем смотреть, какая там ситуация. Я не скажу нет, но совершенно это не будет выглядеть так, что мы где-то идем везде, одинаково объединение. Это может быть совершенно разная ситуация в каждом городе. То есть где-то вы можете отдельно выступать, где-то, может быть, вместо развития ЗА вы будете с кем-то другим? Возможно, вполне, потому что на муниципальном уровне у нас очень разная ситуация. А в основном это зависит от конкретных людей в конкретном городе, которые, возможно, исторически сложилось, что они в какой-то партии. Может быть, сейчас они даже меняют свою партию и так далее. То есть это все индивидуально. Но будут города, определенно в которых мы будем сами по себе только. и где-то, возможно, нужно будет консолидацию сил какую-то. Но мы видим, в принципе, достаточно успешные примеры, когда перед выборами объединявшиеся партии практически продолжали существовать. Ну и вот как явно вену этой, практически произошла какая-то перестановка, перегруппировка сил. И мы видим, как это с ТБДННЛ случилось. То есть пришли еще, влились новые силы. То есть вот это как бы такой закономерный процесс, что когда перед выборами происходит какая-то консолидация нескольких политических сил, они могут все-таки себе за общий стол подумать о том, что, может быть, не так много между ними разногласий. Можно как это... Стать единой политической силой. Я думаю, что это закономерно, когда мы говорим о национальных выборах, то есть о выборах в парламент, в Сэйм. Тогда, да, безусловно, это еще особенно сейчас сильно связано с государственным финансированием. То есть партия, которая идет общим объединенным списком, они потом и получают финансирование на объединенный список. То есть мало того, что они уже связаны политически, еще и финансово. Поэтому для нас очень важно было на парламентских выборах стартовать самим. Тогда было тоже много предложений. А давайте, может быть, вольетесь, и будет венутый Б-2 или еще что-нибудь такое. Для нас это неприемлемо, потому что мы видим, что нашу политику никто не представляет. Прогрессивную, то есть социал-демократическую, зеленую политику в Латвии никто не представляет так, как представляем ее мы. Поэтому мы не видим вот такого необходимости с кем-то объединяться. И еще раз говорю, рижская ситуация, она была другая совершенно, потому что это были, во-первых, неочередные выборы. Да, они потом, как выяснилось, продлились целых 8 месяцев. Но в тот момент, когда мы договаривались об объединении, они должны были произойти через 2 месяца. И да, надо сказать, сотрудничество успешное. Посмотрим, как будет развиваться наше сотрудничество, работая в единой фракции. Это то, что нам сейчас нужно будет, скажем, реализовывать в Риге, работая единой фракцией. Посмотрим, как это сручится, там будет развиваться. Но надо сказать честно, мы, как прогрессивные, всегда видели себя определенной независимой силой и продолжаем так же видеть. Само название прогрессивное, откуда оно появилось? Потому что у него есть некая претенциозность, что вроде бы остальные тогда ретрограды. То есть вот с таким как будто бы намеком. Ну, на самом деле, прогрессивное – это достаточно распространенное в мире, и особенно в Европе, название политического движения, которое, ну, как правило, это социал-демократическое движение, как бы такое обновленное. Ну, то есть если совсем классические социал-демократы, да, то есть остаются какие-то партии исторические, там, которым 100 лет, да, может, немного меньше по всей Европе, то появляются новые прогрессивные силы. Вот. Исторически, на самом деле, даже у нас в Латвии прогрессивное как общество, да, появилось в 2011 году, основано многими молодыми людьми, которые, ну, и не только разного, разного возраста, которые откололись от ЛСДСП, то есть от старой тоже латвийской социал-демократической партии. А в чем причина, что молодежь не может найти, скажем, какое-то движение политическое, которое было бы близко им по духу? Это разница в возрасте, в менталитете, в том, что, ну, вот, в подходе к каким-то решению проблем или в чем? Нет, я не думаю, что здесь разница, потому что вот у нас в партии абсолютно разных возрастов люди, да, большой спектр, вот. Более того, социал-демократическая партия, она, в принципе, выступает за тоже социальную защищенность, а, соответственно, в ней непосредственно заинтересовано пожилое поколение, да, потому что как раз для... Но, возможно, для пожилого поколения сложно голосовать за партию с названием прогрессивной, хотя, на самом деле, наша вся политика, она сводится к тому, что мы должны обеспечить социальную защиту такую, что, неважно, возраст, болезни, какие-то изменения в жизни и так далее, то есть государство тебе поможет, да, то есть есть эта защитная механика, ну, как бы подушка безопасности от государства предоставлена и так далее. Вот, отвечая на ваш вопрос, возраст или разница, почему не могут со старыми партиями договориться, я думаю, не в этом, я думаю, здесь вопрос, скорее, про старые партии, почему в старых партиях не происходит смена поколения, почему в старых партиях, очень часто мы видим, когда одни и те же люди у руководства несменное количество лет, да, и вот это, и здесь дело не в возрасте, что там человек в возрасте много лет, а в принципе, неважно, в принципе, и мы же понимаем, что, ну, партия не может быть живой и видеть нужды общества, если она сама внутри себя не меняется, а все время держится, вот мы тут лучше всех знаем, и мы вот долго будем, и вот этот момент, который сложно, и понятно, что вот когда создаешь новую партию, или даже вот у нас сейчас уже три с половиной года у нас сменились, на каждых выборах руководство, мы им меняли руководство, одно руководство партии у нас пришлось сменить быстрее, чем мы планировали, планировали, но важно, чтобы вот эта демократия внутренняя, она как можно дольше сохранялась, и тогда партия будет развиваться. Но, тем не менее, вам досталось хозяйство в Риге в самый, ну, можно сказать, такой сложный период, когда вы столкнулись не просто там с экономическими проблемами, но это все на фоне еще и ковида, который действительно сейчас, ну, спутал карты во всем мире, и вот что вы, как вы будете реализовывать свою программу и защиту населения, кого защищать в первую очередь, учитывая, что очень мрачные экономические прогнозы, и многие говорят о том, что этой осенью могут потерять работу, ну, сейчас вот массово закрываются гостиницы, мы видим, что у ресторанов тоже не все в порядке, туристический бизнес, ну, вообще, в общем-то, объявил, что непонятно, что будет происходить. Вот на этом фоне, то есть мы видим, что большое количество людей могут потерять работу, или у них могут снизиться доходы, и, ну, остаются социально незащищенными, то есть родители, которые могут остаться с детьми на удаленке, и там, ну, масса проблем. Дети, которые на удаленке, соответственно, отстают, особенно отстают те, у которых и так проблемы с учебой, соответственно, повышаются еще, то есть можно продолжать и продолжать, действительно, не для утреннего, наверное, эфира, такие позитивные новости, но к этому вопросу надо, даже не знаю, сколько мы, кажется, начать, но проблем много, действительно, и с каждым днем, вот мы избранные там в конце августа, на самом деле, начали работать только 2 октября сейчас, потому что были эти, тянулся процессы из-за результатов, да, непочитанных конвертов и так далее, то есть мы только начали работать, и вот вчера, например, были на этой неделе только первые комитеты, но и понимая, что, в общем, с каждым днем ты все больше и больше узнаешь, сколько проблем, и с каждым днем открываются все больше и больше проблем, но мы понимали это, да, когда шли на выборы, до этого еще, когда только объявили, что будут выборы, еще не было, конечно, у нас ковида, но это все, в принципе, та политика, которую прогрессивные предлагают, она именно и нацелена всегда была на то, что не в зависимости от ситуации, даже такой экстренной ситуации, как сейчас, важно, чтобы была эта социальная защищенность. Понятно, что если у нас на государственном уровне не была развита вот эта вот поддержка, да, что у нас даже буквально в прошлом году и урезали пособие по безработице, да, как знали, да, что будет рост безработицы, и налоговая реформа проводят так, что даже сейчас новую предлагают, снова такую, что, опять же, самые социально незащищенные еще более незащищены, да, и что мы можем делать на уровне города, это то, что город поддерживает, это педагогов можно поддержать дополнительно и нужно, социальных работников может город, город оплачивает из своего бюджета, и поэтому нужно, ни в коем случае нельзя сейчас, несмотря на то, что бюджет будет действительно меньше, в следующем году будет у города критический бюджет низкий, во-первых, кризис, во-вторых, слушатели знают, что, опять же, планируемая реформа государственная отберет у города 5% из подоходного налога, которое раньше 80% шло в бюджет города от всего подоходного налога, собранного от жителей, сейчас 75% планируется, да, то есть мы теряем много миллионов в бюджете, но нужно понимать, где у нас приоритеты. Я очень сочувствую туристической отрасли, но мы должны понимать тоже, что есть вещи, которые ты не можешь решить все и сразу, и есть приоритеты. И приоритеты – это, естественно, безопасность, и социальная в том числе безопасность жителей. Важно тоже в такой момент, в кризисный, не смотреть по опыту нашему 2008-2009 года кризиса, когда что мы сделали, затянули пояса, все урезали, особенно здравоохранение и образование, мы видим результаты сейчас, мы видим эти результаты. Урезать в тот момент нельзя было так, как урезали, потому что это имеет долгосрочные последствия, очень тяжелые. Поэтому сейчас подход, он другой, сейчас нужно тратить именно для того, чтобы оживить экономику, поэтому фондовые деньги уже сейчас, разговоры мы пишем, проекты, город пишет проекты максимально, чтобы привлечь инфраструктурные в том числе, да, то есть использовать кризис как возможность, как возможность как раз-таки сейчас делать большие рывки в инфраструктурных проектах, привлечь финансирование, сделать город более зеленым, соответственно, за счет европейского этого фонда, который как раз борьбой с последствиями кризиса, пустить, как бы, главное сделать это по-умному, чтобы это имело долгосрочный эффект, да, то есть мало того, что мы развиваем инфраструктуру, мы создаем рабочие места, соответственно, город и государство максимально тратит, чтобы поддержать и начать экономику оживить, да, и при этом еще и на будущее это влияет так, что, ну, например, мы утепляем дома, да, соответственно, счета в будущем меньше за отопление, да, мы улучшаем инфраструктуру, соответственно, разгружаем, например, город от машины, ну, от автотранспорта, соответственно, улучшаем климатические условия в городе и снижаем выбросы СО2 и так далее, да, то есть все это здесь комплексы. Вот так утепление, потому что сама вот программа реновации домов, она, в принципе, ну, как вы оцениваете то, что было раньше, и насколько будет помощь, потому что я знаю, что многие все-таки, ну, дома не соглашались на вот эту реновацию, то есть там жители были, считали, что это ляжет на их плечи достаточно тяжелым временем, вот какая все-таки будет, какое участие, думаю, вот в этих проектах? Нет, ну, наше видение такое, что участие должно быть больше, то есть мы должны найти подход к жителям намного активнее, потому что то, что в Риге происходило по сравнению с другими городами, мы можем заметить даже, да, где мы видим, где жилищный фонд действительно утепляется, реновируется, да, у нас это незаметно. Ну, понятно, что в Риге огромное количество квартир и домов, но они же, большинство из них и типовые дома, что, соответственно, как бы облегчает вопрос проектирования, утепления и так далее, да, то есть по типовому и так далее. То есть там пока очень-очень медленно все продвигалось, сейчас на это будет больше, намного больше, значит, акцент и будем смотреть. Будут ли европейские деньги, потому что тогда... Будут, будут, обязательно, в том числе на утепление, потому что это ведет тоже, скажем, к снижению выбросов, да, соответственно, мы меньше топим, эффективнее тратятся ресурсы, и это очень важно для города, мы к этому идем, чтобы... И это выгодно жителям, потому что любая такая политика, особенно зеленая, которая для многих кажется, что, а, это только для богатых, я не знаю, покупать дороже продукты, которые биологические. Нет, это не про это. Зеленая политика про то, чтобы наши счета коммунальные уменьшились, чтобы в итоге мы эффективно тратили, да, чтобы в итоге мы жили, как говорится, по средствам, и при этом своим детям оставили планету такой, в которой сами жили, да, может быть, лучше. Ну, у нас просто, я знаю, очень многие люди живут от зарплаты до зарплаты, для них вот я понимаю, что есть проблема домов, ну, вот, где живут, скажем, ну, вот социально, может быть, такие ущемленные там люди. Да-да, ну, так они же переплачивают за счета, за отопление, В этом-то и все, получается, приходит зима, и тогда ты еще летом тянула зарплаты за зарплаты, то потом ты уходишь в долги, уходишь в долги, у тебя накапливаются и так далее. То есть наша задача, как города, или как, например, там, ну, Ригас, нам, пара волны КРНП, да, например, тоже как большого предприятия, который занимается многими сотен домов, взять на себя долю вот этой вот ответственности, активности в том, чтобы помочь утеплиться, чтобы, да, растянуть эту оплату, да, за этот ремонт, но при этом снизить счета. То есть это не должно быть так, что... Я понимаю, как бы, это опасение жителей, что нам сейчас поставят такой долг потом за этот дом, но это должно все окупаться за счет экономии на отопление и остальных коммуналистов. То есть это будет какая-то, я не знаю, рекламная кампания, которая должна, ну, обе социальной рекламы, объяснить людям все-таки выводы, да? В том числе, уже сейчас, я так понимаю, начинается потихонечку. Вот я вчера была на первом заседании комитета по имущественному комитету в Думе, и к нам приходил департамент и рассказывал про свои инициативы, в том числе вот то, что они делают, предлагают помощь по инновации, там, утепления. Этим также занимается и другой департамент. И вот вместе с этим, как раз-таки, от прогрессивных, мой второй сопредседатель прогрессивных, Эдмунд Сапуритесон, руководитель новой жилищного и среды департамента, ой, не департамента, а комитета в Риге. И, соответственно, все эти вопросы как раз связаны и со средой, и с жилищным фондом. И в том числе и социальный комитет тоже, мой коллега из прогрессивных именно. Поэтому вот эта политика для нас важна, и мы у нас там наши ключевые люди, которые много лет с опытом в этой сфере будем стараться этот вопрос как можно быстрее решить. Понятно, что это не вопрос одного года, но начинать надо. Подводя итоги, можно вот этой теме сказать, что будет помощь. За границей нам поможет, как говорил Остап Бендер. То есть европейские фонды будут, и эта программа будет продолжена. Говоря про РНП, вот будущее РНП, потому что многие очень опасались того, что если эта компания уйдет в частные руки, то тогда поднимутся опять. Это все приведет к увеличению счетов. Мы тоже это так же видим. Именно мы, я имею в виду, прогрессивные. Мы настаивали и во время предвыборной кампании, договариваясь с нашими партнерами по списку, что мы не будем, скажем так, выступать за приватизацию РНП. Потому что мы считаем, что да, мы не видим то, что они эффективно работают, да, нам нечего там хвалить. Но мы считаем, что нужно в первую очередь наладить у них внутри эффективную работу, и что это будет выгоднее для жителей домов, что большая компания, которая, скажем так, которая выполняет не только бизнес-функцию, но и социальную функцию, что это в руках все-таки города, да, потому что, ну, частный сектор не будет выполнять социальную функцию, вы же понимаете, да, то есть бизнес есть бизнес. Для него главное получить прибыль. Именно. А мы не можем это так оставить. Мы понимаем прекрасно, сколько людей находится в таком положении, когда они, ну, когда город, если страна не заботится, тогда город должен позаботиться, да. И поэтому здесь, и более того, всякие подобные проекты с большим европейским финансированием, их намного проще реализовывать через эффективную работу РНП. Опять же, эффективно, то есть я сейчас пока не могу довериться РНП, но, в принципе, эффективная работа РНП, поэтому, в первую очередь, нужно улучшать их внутреннюю работу, и тогда через них можно будет эффективно помогать домам. Но я слышал, что РНП, ведь это, по-моему, по европейским масштабам, это одна из крупнейших вообще такого рода компаний, которые… Ну, там можно определенно, да, даже нужно определенную реструктуризацию внутри делать, да, то есть есть разные варианты, как улучшить. Пока у все эти предприятия городские, да, они сейчас проходят такую стадию небольшой реформы, потому что новые у них правила введены буквально в конце августа, да, приняты были временной администрацией. В Риге были разработаны там с командой специалистов. В общем, они сейчас переходят потихонечку на новую модель управления, да, поэтому можно видеть, что многие члены правления и многих членов правления новых ищут и так далее, потому что, то есть там будем смотреть, потому что только-только начался процесс, и теперь уже вот мы будем как депутаты наблюдать за тем, как этот процесс происходит. Надо сказать, у депутатов сейчас намного меньше влияния будет на… Вообще у Думы, у политиков влияние на эти городские предприятия сильно-сильно снизилось, да, теперь поменяли на государственном уровне законы, теперь эти предприятия будут в первую очередь под исполнительным директором, а не под вице-мэрами или там руководителями комитетов определенных, то есть под исполнительным директором, на исполнительный директор у нас будет открытый конкурс, буквально вот-вот мы начнем его, и поэтому мы делаем… То есть это то, что посоветовало OECD, да, и то, что какие правила новые вводятся для работы этих предприятий, чтобы они эффективнее работали, в общем, меньше политики должны вмешиваться, вот. И, ну, посмотрим, как это получится. То есть они как бизнес должны более эффективно работать, мы им выдвигаем цели, задачи, проверяем, но… Не вмешивайтесь. Да, меньше вмешивайтесь. У нас есть просто звонки, я попрошу вас надеть наушники, а слушателя попрошу сделать тише радио. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Все хорошо говорит ваша собеседница. Я прошу об одном. Почините нам лифт на курзом из 128. Мы вообще уже подыхаем тут, не знаю, может, выброситься из окна надо, чтобы вы уже прекратили делить деньги, строить планы. Почините лифт. И все. Спасибо, да. Ну, вот обычно людей волнует, конечно, может быть, не глобальные какие-то, а очень конкретные. Да. Да, вот я помню, что, по-моему, уже всплывало это на курзом из «Проблема» в доме, и у нас есть специальная программа «Добро пожаловаться», и там вот представители, ну, бывшие председатели РНП, как раз они говорили о том, что они знакомы с этой проблемой, но там… Там у них какая-то, да, мы нам только сказали про это. Я прекрасно понимаю, слушайте, что кажется, что вот если депутат Рижской думы пришел, то он должен лифт починить. И я бы с удовольствием, честно, лифт починила. Вопрос был, когда мы тоже пришли на даже еще то, как нам дали мандаты как депутатам, и мы познакомились с тем, можем ли мы влиять на работу РНП, я вот только что об этом сказала. На самом деле мы не можем, мы не можем позвонить и сказать РНП, почините лифт, да, они нам скажут, у нас процедура такая, мы работаем так. То есть нам, на самом деле, про лифты отчитывалось и рассказывала исполнительный директор Рижской думы. И это вот, честно, вопрос, который стоит на повестке РНП, как депутаты все спрашивают, когда и что они, у них там свои процедуры и свои какие-то загвоздки. Там было много лифтов, эта история была со многими лифтами, я так понимаю, что уже большая часть из них починена, и, в общем, какие-то остались. Да, это хороший вопрос, и согласна, что будем стараться еще раз спросить, еще раз, все, что мы можем, это мы можем спрашивать и говорить, постарайтесь, потому что вот такая у нас роль. Следующий вопрос. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. У меня не вопрос, у меня предложение. Вот руководство РНП, можно как-то вести штрафные санкции за хамство и за лживое отношение? Я уже просто устал, я не знаю, куда жаловаться. Спасибо. Я понял, спасибо, да. Это проблема, которую мы часто рассматриваем на профпрограмме «Тоже добро пожаловаться», и вот там возникает действительно, ну вот возникла такая парадоксальная ситуация, что жаловаться на РНП практически некуда. Вот есть ли какой-то рычаг? Я думаю, что жаловаться на РНП надо депутатам, в принципе, которых не было сейчас долгое время, вот нам можно жаловаться. Я считаю, что жаловаться нужно и в департамент, да, и новый подход, да, вот который буквально, еще раз говорю, в конце августа, и на который должны перейти все городские предприятия, он больше построен, ну, как бы не буду вдаваться в детали, но, в принципе, они должны как предприятия заботиться о своем, о своей репутации, в том числе, то есть это их прямая ответственность, соответственно, если они не справляются, то виноваты, ну, члены правления, виноваты управления, вот. И у них там разные процедуры вводятся, и внутренние там жалобы, и так далее, да. В принципе, я думаю, что вот это то, что нужно в первую очередь, не то, может, во вторую очередь решать, это то, как клиенты, а в этом случае все, да, клиенты, РНП, да, клиенты, могут повлиять на качество услуг. Да, и у них должно быть непосредственно, ну, как бы, здесь вроде как государственное, точнее, городское предприятие, но все равно клиенты есть клиенты, да, не может быть так, что угодно делают. Это вот и есть те самые изменения структурные, которые должны быть в предприятии происходить. Не так, что они могут, они теперь, а вам куда идти, вы ничего не можете сделать, мы как хотим себе, так и ведем. Ну, вот можно ли действительно писать исполнительному директору жалобы? Да, я думаю, да, потому что это Центр защиты прав потребителей отказывается принимать заявления, они говорят, что это не их компетенция. Ну, потому что они не, как бы, частная компания и так далее. Я думаю, что здесь, да, здесь надо непосредственно обращаться к исполнительному директору, к Думе, и мы уже, соответственно, будем, основываясь также на этих жалобах, да, мы можем что-то спрашивать с РНП. И, в принципе, я думаю, что если мы дальше идем про то, как их реформировать, то в том числе, вот, чтобы это не было так, что в Думу надо было жаловаться, что есть, ну, есть разные варианты. Есть, например, такая система, которая работает со школами иногда, ну, во многих странах и с больницами, это некие рейтинги, да, то есть некоторая оценка со стороны клиентов постоянная, за которой надо тоже следить и которая важна, да, то есть это вот такие критерии, по которым можно сказать, качественно работает или некачественно, включая оценку потребителей. Это тоже, я считаю, должно быть один из аспектов, но здесь, как бы говорится, не за один день эту проблему РНП можно решить, но начинаем, да. Ну, вот еще, да, один из аспектов, то, что люди не перенимают дома, и это, в принципе, ставит их в неравное положение, потому что они не могут разговаривать как наниматель к клиентам, которые предоставляют услуги. Здесь тоже, ну, вот этот подводный камень. А скажите, вот еще одна, наверное, тема, которую вот меня хотел затронуть, ведь как раз эти пять лет придутся на большие изменения в городе, которые связаны со строительством Рейл Балтика, и многие уже до, ну, вот в прошлом, депутаты прошлого созыва Рижской думы говорили, предупреждали о том, что это может вызвать даже, ну, транспортный коллапс в городе. То есть, ну, были такие разговоры о том, что как-то это строительство не до конца продумано, если будут закрываться одни какие-то дороги, объекты. Вот что ждет город в будущем? Нужно ли бояться такого развития худшего события? Это, ну, я бы сказала, что немножко рано, не могу сейчас ответить вам очень детально по этому вопросу, потому что мы сами пришли с такими же вопросами, и вот буквально первую, вторую неделю работаем только в Думе, и вот эти вопросы начинаем узнавать. Меня также тоже эти вопросы и лично волнуют. Я сама всю жизнь прожила Азоли туда и Монта, там особенно эта проблема тоже будет актуальна с новым переездом, да, и вообще от центра так вообще понятное дело. Но я бы чисто с такой позитивной точки зрения хотела бы смотреть на это как на возможность. Реал-Балтика, безусловно, это возможность того, чтобы сделать город удобным. Для, ну, чисто по-человечески, мне тоже очень не хочется этого коллапса, но я понимаю, что если мы хотим какие-то изменения масштабные, да, то это будет какой-то период тяжелый. Когда нужно потерпеть. Когда надо потерпеть, да. Ну, понятно, как ремонт в квартире. Вот именно, это да. Но чтобы потом было приятно, я все очень бы хотела, чтобы скорее можно было приехать тоже и в центре, и на станции, и выйти, и мне не нужно было пересекать эти 8 полос подземный переход, где с коляской не пройти, ни с велосипедом не пройти, и не спуститься, да, то есть ты не можешь попасть в старый город и так далее. То есть какие-то такие моменты, которые нужно улучшать. Но, безусловно, это строительство, оно не должно быть катастрофой, да. И поэтому над этим будет очень-очень, как бы, этот вопрос на повестке, главным образом, у двух департаментов и комитетов, соответственно, развитие и транспортный, и там, ну, вот уже приступаем к тому, чтобы как раз-таки встречаться. Между прочим, будет совместная буквально скоро встреча и с Парел Балтики, именно этих двух комитетов и департаментов. И, ну, у нас, скажем так, один из вице-мэров, это Тирсис из Нового Единства, он как раз-таки, ну, можно сказать, будет головой отвечать за эти две сферы, по крайней мере, он на себя это взял. Да, ну, мы со своей экспертизой сколько можем будем помогать, но главное, чтобы были включены и жители города. Вот то, что мы как прогрессивные всегда считаем, что это очень ценно, хоть это и сложно, это чтобы максимально были услышаны жители. Вот, например, мы буквально встречались вчера с представителями Золи Тудаимонта, общества, там, Риган Энхофт, да, ну, по поводу Скорианы, мы же, мы встречались там, тоже сейчас вопрос актуальный, но и потом будем тоже встречаться по Парел Балтики и так далее. То есть, как бы, максимально люди, которые будут непосредственно затронуты этими строительными работами, этими изменениями, чтобы они еще сейчас, пока можно повлиять на то, как это будет выглядеть, чтобы они были максимально вовлечены, а не так, что, как всегда, вроде как висел листочек, что приходите на обсуждение, да, никто якобы не пришел, ну, и на этом все закончилось, и все у вас больше. Да, да, и вот у вас ничего нет. То есть, сейчас технологии и современное время позволяют действительно вовлечь максимально жителей, ну, тех, по крайней мере, кто хочет быть вовлечен, да. Вот это такой процесс, который нужно обязательно обеспечить. Возможно, это немножко будет тормозить процесс, как мы знаем, демократия, она такая сложная, да, но зато это будет более, мне кажется, приемлемый результат для жителей города. То есть, вот вы упомянули этот процесс обратной связи, каким он будет? То есть, куда звонить, писать, ну, то есть, вот с кем контактировать, если… Ну, это, по идее, должно контактировать, наоборот, департамент приходить к людям, а не люди к департаменту, да, и вот будем следить за тем, чтобы департамент действительно приходил. Вот было недавно буквально обсуждение департамента, несмотря на ограничения COVID, да, там была трансляция, соответственно, чтобы все могли подключиться, и в социальных сетях было известно. Вот, ну, это было конкретно по Золиту Деймонта, например. И так по каждому, по каждой отдельной теме, да, все, больше и больше должно быть публичных обсуждений, и куда можно подавать предложения и так далее. Вот вы говорили о том, что бюджет следующего года будет самым таким критичным и сложным за последние годы, тем не менее, вот у вас были запланированы повышения зарплат учителям, и ремонты дорог, и много, в общем, других вот вещей. То есть, насколько, ну, это стыкуется? То есть, с одной стороны, не боитесь ли вы, ну, вот этого разочарования людей, если вдруг что-то начнет не получаться? То есть, вроде бы, ну, вот... Да, мы, ну, скажем так, боимся, наверное, такое слово громкое. Мы переживаем, потому что не из-за того, чтобы, как бы там, не знаю, какие-то обещания не выполним, а скорее из-за того, что мы, то, что мы обещали, мы действительно хотим выполнить. Да, то есть, мы действительно видим, я особенно как образование, это моя сфера, да, и для меня особенно важно вот начать хотя бы с педагогов дошкольного образования. Я планирую пристально заниматься в Рижской думе также решением проблем очередей. А очереди в детские сады, они в первую очередь связаны с педагогами. Ну, нету у нас педагогов дошкольных учреждений, просто их нету. Даже когда группы физически могут открыться, они не могут открыться из-за отсутствия педагогов. И мы понимаем, что здесь вопрос не с помещением, да, а вопрос с людьми, а главное с их зарплатами, да, потому что, ну, мы понимаем, какая ответственная работа у педагогов, особенно в детских садах с маленькими детьми, особенно в нынешней ситуации, да, когда без них вообще никак. И мы вот здесь вот сейчас как раз в кризис понимаем, кто эти ключевые люди. Эти ключевые люди-медики и педагоги, да, вот на них мы держимся, да. Ну, и как раз они, получается, наименее защищенные. Именно, именно. Это то, о чем прогрессивные с самого начала говорят. Политика в нашей стране, к сожалению, все 30 лет вообще шла в другую сторону. Все меньше и меньше, защищая самые важные профессии и самых незащищенных. И поэтому наша задача как прогрессивных, я надеюсь, всей нашей фракции будет добиться того, чтобы, несмотря на этот критический бюджет, да, будут, понятно, какие-то подвижки. Понятно, что все эти цели, которые мы выдвигаем, они очень амбициозные, поэтому они на 5 лет, как бы, да. То есть мы смотрим по ситуации. Понятно, что инфраструктурные проекты легче финансировать с Евросоюза. Зарплаты учителя мы не можем финансировать из Евросоюза. Здесь мы должны найти возможность в Риге это сделать со следующего года. Будет ли это там, ну, в следующем учебном году, да, потенциально и так далее. Будем смотреть. Но я лично и прогрессивные будут работать над тем, чтобы этот бюджет в следующем году, ну, в какой-то степени первые шаги в выполнении своих обещаний обязательно сделали. А именно касательно социальных работников и дошкольных, ну, и педагогов дошкольных учреждений, в первую очередь. Но это, скажем, забота самоуправления или государства? Потому что, мне кажется, пока не будет решено это на государственном уровне, понятно, что это... Ну, конечно, вы поднимаете такой болезненный вопрос. Ну, конечно, это забота государства. Ну, а что вот нам, как прогрессивным, которые вообще вне парламента и так далее, и сейчас у нас есть возможность реализовать эту политику хотя бы в городе, да. Ну, да, когда мы обещаем это и мы хотим это сделать, и вдруг государство говорит, заберем у вас еще 40 миллионов, да, ну, как бы сложно, да, понятно. Вот. Когда мы вот, например, на дошкольные учреждения, на то предложение, с которым я выступала, мне нужно вот 6 миллионов, да, вот в бюджете на следующий год, например, чтобы поднять, да, педагогам дошкольные учреждения. Ну, примерно, да, это я так грубо сейчас говорю. Ну, вот, а у тебя 40 миллионов забирает. Ну, у тебя, я имею в виду, у Рижской Думы. Ну, сложно, сложно. Это вопрос такой политики и договоренности сейчас, компромиссов с коалиционными партнерами. Но, я скажу честно, мы как прогрессивные, у нас вот у партии, у нашей приоритеты именно там, да, в социальной защищенности, зеленой политики, а не в, там, я не знаю, в должностях вице-мэров и так далее. Да, и так далее. То есть, нам, мы будем над этим работать. Понятно. Спасибо большое. Мы, надеемся, не затронули еще много других тем, но надеемся увидеть вас снова в студии, чтобы продолжить разговор о наших городских делах. Председатель партии «Прогрессивный», учитель, лектор Рижского университета имени Страдыня Антонина Нинашева была в нашей студии. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо.